Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня собираюсь приготовить сервелат вареный-копченый по ГОСТу 16290. Да, на канале есть сервелат, даже два ролика, но я считаю больше сервелатов, хороших и разных. В конце концов, эта колбаса давно любима массами, и я не вижу причины, по которой бы не стоило пробовать разные рецепты. Поехали! Сервелаты, согласно справочника-технолога колбасного производства под редакцией Рогова и товарищей, могут изготавливаться как с предпосолом, так и без предпосола сырья. Я сегодня буду делать как раз по второй схеме. Сырье перед измельчением надо подморозить до температуры минус один-минус пять градусов. Вот чтобы быстрее подмораживалось, я и нарезаю сейчас все брусочками, они же с этой мясорубкой удобнее запихиваться будут. Все, отправляю в морозилку. Подморозилось на отличненько. Говядину и нежирную свинину надо пропустить через мясорубку с мелкой решеткой 2-3 миллиметра. У меня как раз три. Теперь вношу сюда соль нитритную, соль поваренную, пряности и фосфаты. Те самые фосфаты, которые вы едите, например, потребляя плавленый сыр. Только в плавленом сыре их в восемь раз больше. Они повышают влагодерживающую способность мяса. Старательно перемешиваю, пока нарежу грудинку вручную. Шпига резки у меня, к сожалению, нет. Здесь все готово. Теперь нужно равномерно распределить грудинку по всему объему фарша. Причем осторожно, чтобы жир не размазался. Лучше бы даже руками, конечно, все вымешивать, но у меня грудинка очень холодная, так что, думаю, не успеть ничего размазаться. Достаточно. Супер. Теперь набивка китайским шприцом с Алиэкспресса. Там их много разных. Кстати, обзор на канале дел. Ссылочку, сейчас я буду, оставлю в описании и на Алиэкспресс тоже повешу. Набивать буду в коллагеновую оболочку. По рекомендации производителя я ее замочил полчаса назад в соленой воде. Набивать надо очень плотно. Чтобы уменьшить количество воздушных пузырей, конец цевки нужно постоянно держать погруженную в фарш при набивке. Перед обвязкой старательно уплотняю батон вот таким вот перекручиванием. Заранее подготовленный шнурок сюда остается завязать. Батон готов. Теперь осадка в холодильнике в течение двух-трех суток и можно проводить тепловую обработку. Осадка прошла. Теперь термообработка по стандартной схеме. Отепление, сушка, обжарка, варка паром, копчение, проветривание обязательно и поедание. Отепление можно проводить при комнатной температуре, но это довольно долго, а можно в духовке. Для того, чтобы процесс ускорить, нужно увеличить скорость теплопередачи. То есть, ускоряем скорость воздушного потока, включая вентилятор в духовке, это так называемый режим конвекции, и увлажняем атмосферу внутри. Кипяток на нижний уровень. Для контроля процесса загоню в батон щуп термометра. Для завершения отепления температура внутри батона должна подняться до температуры, по крайней мере 16 градусов. Идеально 20. Второй этап. Сушка. Протень с водой. Убираю. Температуру в духовке поднимаю до 60. Этот этап идет примерно 30-60 минут. Смотрите, хвостики хрустят, шкурка подсохла. Значит, время следующего шага. Температура в духовке на этом этапе 80 градусов. Все так же работает режим конвекции. На этом этапе температура внутри батона должна подняться до 60 градусов. Сейчас мы создаем яркую красивую корочку на поверхности колбасы. То есть, создаем ей отличный внешний вид. Этап завершен. Теперь варка паром. На нижний противень кипяток. Обратите внимание, как цвет изменился. Видите, прям красная стала колбаса. Вот. Ради этого цвета мы все и делали. Режим духовки тот же самый. 80 градусов. Конвекция. На этом этапе мы достигаем кулинарной готовности. Температура внутри батона должна достичь 71 градуса. Плюс-минус 1. Готово. Кулинарная готовность на этом этапе достигнута, но вкус и ароматика еще далека от идеала. Сейчас требуется охлаждение. В течение 5-7 часов колбасы при температуре не выше 20 градусов. На этом этапе жир, который сейчас в колбасе находится в полурасплавленном состоянии, застынет. Колбаса наберет свой четкий рисунок и только после этого можно будет отправлять колбасу на копчение. Копчение. Буду проводить его в самодельной коптильне. Ссылку на ее изготовление в описании ролика повешу. За время остывания колбаса сморщилась немного, видите? На решетку ее. Фассивный дымогенератор лабиринтного типа засыпал буковые опилки. Купить, кстати, такой можно на Алиэкспрессе. Ссылку тоже повешу в описании. Если не повешу, напомните, одной загрузки хватает на 10-12 часов тления. Это при комнатной температуре. Если же коптить при более высокой, то тлеет, конечно, все быстрее, потому что тяга в коптильне выше. Коптиться у меня все будет дробно в течение двух суток. То есть я на ночь загружаю дымогенератор, запускаю его, колбаса коптится, с утра просыпаюсь, колбасу вытаскиваю, убираю на проветривание. Вечером следующего дня опять загружаю дымогенератор, запускаю все это дело, опять коптится, опять проветривание. Ну и затем можно будет есть. Температура внутри настроена на 31 градус. Вот это сейчас внутри, а вот целевая температура. Сейчас она поднимется до нужной. Можно коптить и без нагревателя, только во время копчения немножко увеличится. Еще момент. Если вы хотите попробовать коптить дома, нет нужды для начала даже дымогенератор покупать. Берете вот такое вот сито, только металлическое, понятно, старое, так вот кулаком проминаете его. Смотрите, получилась кольцевая канавка. В нее насыпаете опилки, разжигаете их, кладете это дело на керамическую плитку оставшуюся у вас от ремонта, накрываете картонной коробкой, только в картонной коробке снизу пробейте несколько отверстий для притока воздуха, а сверху в коробке парочку-троечку отверстий для выхода дыма. Все, а в коробку увешиваете продукт и коптите все без всяких дымогенераторов. Для начала, потом, когда вам это понравится, уже исправитесь сделать себе нормальную коптить. Насчет опилок. В таком пассивном дымогенераторе нужны опилки самой мелкой фракции 0,8-1,2 мм. Купить таких не очень просто, как мне кажется, но найти можно. Но самая дешевая китайская циркулярка, 15 минут работы полежком и вы обеспечите себя опилками на 2-3 месяца работы дымогенератора. И коптить при помощи пассивного дымогенератора можно даже на балконе или на ложе, потому что дым от него не больше, чем от сигареты. Ну, встретимся теперь на окончании копчения. Копчение завершено. Посмотрите, как выглядит шкурка. Красота, да и только. Пахнет она на данный момент достаточно сильно, поэтому сейчас отправляю ее на ветерочек проветриваться до самого вечера. Но даже и вечером есть ее будет рано. Исходя из опыта, шкурка к колбасе приклеена намертво. Вечером покажу, как бороться с этой напастью. Клобаса весь день проветрилась, и сейчас я ее очень плотно заверну в пищевую пленку. Вот так. И в таком вот видео беру холодильник на пару дней. И только по прошествии этих дней можно будет клобасу трескать. Наконец-таки долгожданный момент пробы. Если бы я регулярно какую-то колбасу не делал, и у меня постоянно какая-то колбаса в холодильнике не лежала, то терпеть, ждать было бы очень тяжело. Так, ну вот смотрите, она уже отлежала в пакете. Вот что у меня получается. Ну, видите, сильнее не сморщилась. Как вот первоначально была вот такая вот помятая, так вот она и осталась. Так, как вам разрез? Ой, красиво. Я считаю, очень красивый рисунок, прям замечательно. Мне нравится. Не знаю, как вам, мне нравится. А теперь посмотрим, как шкурка отделяется. Так, расплассовать аккуратненько. Прекрасно отделяется. Вы видите, все замечательно. Вот она отлежалась и прекрасно отделяется шкурка. Никаких проблем. Аромат классический сервелата. Вот прямо такой классический. Аромат копчения очень и очень тонкий. Аромат неуловимый. Он есть. Но никаких вот этих вот воней вот этой паровозной трубы. Прям очень классно. Плотная текстура. Солоноватость в меру. Прям вот все замечательно. Прекрасно. Не убавить, не прибавить. Естественно, можно добавлять разные наборы пряностей, усиливающие, уменьшать. Но вот это вот классика неувядающая. Все рецепты колбасы хороши. Все надо пробовать самому, выбирать, что для вас больше всего нравится. На этом позвольте с вами попрощаться. Если вам что-то не понравилось, не стесняйтесь. В пиндюрить нет дизлайк. Если понравилось, наоборот, лайк шлепните, чтобы я понимал, что все делаю правильно. Спасибо за компанию. Всем пока.